Здравствуйте, уважаемые гости нашей встречи. Давайте мы с вами будем начинать. Меня зовут Анна Бородолина, и я приветствую вас на очередном занятии нашей образовательной программы «Музейный хакатон». Я напомню вам о том, что наша образовательная программа идет в онлайн-формате в течение всего апреля. Здесь мы разговариваем о том, как современные технологии меняют жизнь, деятельность и коммуникацию музея. Ну а сегодня тема нашей встречи – цифровые инновации и креативная экономика, неочевидные связи. Встречу эту для нас проведет Владимир Викторович Определёнов, признанный эксперт в области информационных технологий в сфере культуры вообще и в музейном деле в частности. И прежде чем я передам слово Владимиру Викторовичу, позволю себе сказать о том, что наша образовательная программа является частью большого проекта, который завершится 14-15 мая здесь, в музее Бориса Ельцина, собственно, хакатоном. Ну и, пользуясь случаем, я приглашу вас на следующее наше занятие, которое пройдет 26 апреля, во вторник, в 16 часов по местному времени. Мы будем говорить о формах использования дополненной реальности в музеях. На этом я свою вводную часть завершаю и передаю Владимиру Викторовичу слово. Спасибо большое, коллеги, рад всех видеть. Собственно, я много лет занимаюсь вопросами внедрения цифровых инструментов в деятельность учреждений культуры и образования. Для меня ключевым вопросом является, как эти инструменты помогают реализовывать главную миссию этих институций. И, соответственно, последние 10 лет я проработал в Пушкинском музее как директор по цифровому развитию. И, соответственно, какую-то часть примеров я проведу на базе Пушкинского музея. Я надеюсь, что многие из вас в нем бывали, и те, кто сейчас нас слушают, и те, кто будут слушать. Но если нет, то, пожалуйста, вдохновляйтесь пространством, залами и приезжайте. Что такое современный музей, да вообще крупный музей с точки зрения того, какие коллекции он хранит? Давайте на примере Пушкинского посмотрим. Соответственно, Пушкинский музей по большому счету с точки зрения хранения не самый большой. И 700 тысяч экспонатов, собственно, это многие музеи регионально-областного значения или ведомственные, университетские, хранят иногда и больших экспонатов. Здесь важен вопрос и ценности обработки коллекции. Но то, что на этом примере количество тех или иных фондов я хотел показать, это то, что на самом деле не так много информации о коллекциях, особенно хорошо описанной, доступно в сети. И по международным оценкам, собственно, не больше 5% всего культурного наследия мира вообще доступно в цифровом виде. И вообще уже какие-то крошечные цифры, доли процентов связаны с открытыми данными в сфере культуры и памяти. В этом плане, когда есть ощущение, что в интернете и в поисковой выдаче доступно абсолютно все знание мира, то, что касается памяти, культуры, истории, того, что происходит прямо сейчас, то на самом деле это иллюзия. Мы поговорим об ответственности институтов памяти сегодня в этой области в том числе. Ну, теперь давайте взглянем на примере Пушкинского на музей как на общественную институцию. И, собственно, прямо сейчас где находится стадия развития реконструкции и строятся четыре новых музея, планируется реконструкция главного здания. Это знаменитое здание на Волхонке. Вам для представления вот здесь находится Кремль, вот здесь храм света Спасителя. И в будущем Пушкинский должен стать крупнейшим музейным городом Европы. И в том числе сейчас проектируется и строится подземное пространство. Это практически 50 тысяч квадратных метров. Собственно, задачи, которые мы ставили перед собой, осмысляя, каким должен быть музейный город Пушкин, заключается и в том числе в том, о какую инфраструктуру, какие цифровые сервисы мы должны будем предоставить людям через 5, 7, 10 лет. Отсюда и исследования, связанные с инновациями, исследования, связанные с тем, что нужно сделать прямо сейчас, какие основы заложить, как развивать те или иные направления. И вот в рамках этой деятельности по проектированию в соц.музее собиралась экспертиза, в том числе, которую я предоставлю. Также, когда я буду говорить «мы», в первую очередь я сейчас буду говорить о коллективе, сообществе Совета по цифровому развитию музеев Международного комитета ИКОМ России, в который входят представители крупнейших музеев России и крупнейших компаний-вендоров в России, которые занимаются вопросами цифровизации и IT в музеях. Поэтому мы воспринимаем их как, в том числе, работу как коллектива и департамента IT Пушкинского и тех людей, которые максимально поддерживали развитие цифровых направлений, так и работу Совета. Но сделаем шаг назад и скажем, как мы пытались анализировать, что же ждет нас в будущем. А для этого надо понять, что у нас происходит, происходило в настоящем, особенно до недавнего времени. И ключевым пониманием нашим является то, что структуру коммуникации общества и развития, так складывается, определяют во многом уровень индустриализации или уровень развития, во многом и культура определяет уровень индустриализации и развития той или иной страны, той или иной цивилизации. И мы сейчас выделяем с вами в исторической науке четыре ключевых индустриальных революции. И вот этого слайда здесь нет, но держите в голове то, что при этом мы еще выделяем три информационные революции. Потому что невозможно развитие цивилизации в том месте, где люди не научились кодировать информацию и передавать ее от одного к другому. И в этом плане все, что больше племени, все, что больше 100-200 человек, требует уже какое-то кодирование, передача информации на расстоянии. Тем более, что мы не можем знать каждого. И поэтому в этом плане в цифровых технологиях это просто новый инструмент взаимодействия. И вот последние годы развития интернета можно сравнить с точки зрения информационной революции, наверное, только с изобретением книгопечатной станка, а до этого вообще с изобретением той или иной цивилизации письменности. И мы находимся с вами именно в этой удивительной точке развития, которая совпадает с двумя революциями. И индустриальной, и информационной. И говоря об индустрии 4.0, кто-то говорит, что мы шли к индустрии 4.0 или индустрии 5.0, определяющей во многом технологии искусственного интеллекта. Но вот это те технологии, которые многих из нас окружают каждый день, абсолютно каждый день. Указанные технологии связаны с мобильными устройствами, облачными сервисами. У кого-то уже есть интернет-вещи, и кого-то он только входит в дом, но, по крайней мере, окружает нас в общественных пространствах. И так далее. Вот эти все вещи работают благодаря тому, что между ними есть взаимосвязь, есть возможность для крупного бизнеса, в том числе, но и постепенно это доходит до среднего и малого, обрабатывать данные и, соответственно, определять взаимодействие этих вещей. Но что нас интересует здесь, с точки зрения культуры и развития наших организаций, институций и так далее? Это то, что буквально каждая индустриальная революция вызывала смену, по крайней мере, социальных отношений и структуры коммуникации в обществе. Если вы посмотрите на этот довольно упрощенный график, то, я думаю, в тех знаниях и историях, которые есть, мне кажется, у любого человека, который закончил школу, это становится очевидным. И вот этот момент смены социальных отношений, смены социальной информации, и мы прямо сейчас переживаем, наблюдаем, потому что обычно это десятилетия, у нас это упаковывается в несколько лет, с учетом запуска первых смартфонов. И я сегодня на этих примерах постараюсь провести к какому обществу в глобальном масштабе. Не будем говорить пока локально, но у нас все равно это максимально развивается. Мы идем. Собственно, ключевым ответом, на какое же общество будет формироваться благодаря развитию цифровых технологий в том числе, оно лежит на эти ключевые моменты, основанные на концепции устойчивого развития, в которой вы сейчас увидите. Собственно, суть заключается в том, что для каждой проблемы устойчивого развития связано с доступностью образования, с преодолением голода, с преодолением доступности различных ресурсов, с какой-то справедливостью. В том числе важным аспектом является цифра сегодня, потому что она позволяет решить те проблемы и донести те ценности, которые не было возможно донести на предыдущем этапе развития цивилизаций. И в неком смысле многие страны, последняя сборка G20 говорит о том, что следующее общество можно определить как общество креативной экономики, креативного класса в неком смысле воображения, и когда каждый может донести до каждого свою мысль, создать ее, воплотить и благодаря технологиям собственно сформировать некий рынок, решая конкретную социальную проблему. Если смотреть на цели устойчивого развития, то их 17. Я думаю, что они все равно актуальны, и про это стоит думать, и стоит делать, потому что буквально любое направление волонтерства, вашей работы или поиска социальных возможностей так или иначе связано с преодолением одной из этих позиций. Никто не может заниматься всем, кому-то что-то близко больше, но в любом случае это важнейшая часть концепции. Если вы посмотрите на полную структуру цели устойчивого развития, а устойчивое развитие – это конкретный термин, то я думаю, вы найдете себе близкие вещи. И вот для решения многих проблем, связанных с этим, не было инструментов. И развитие массовой технологии, в том числе сквозных технологий, и вы видите вот эти всевозможные биотек, ивентедж, агритек и так далее, кто-то тек, только тех, ну, в зависимости от того, в каком языке вы хотите сократить, вы понимаете то, что вот эта структура связывающих технологий для решения этих проблем, она появляется непрерывно. И то, чем мы занимаемся с вами сейчас, и то, чем вы занимаетесь в рамках Экатона, это в неком смысле Калч Тек или Музеем Тек, и вот развитие этой сферы. И, к сожалению, и в этом плане это и печально, с другой стороны, и большая возможность. В мировом масштабе Калч Тек только развивается. И он даже не выделен на сегодняшний день, но мы просто не дошли до этого сегмента, в неком смысле пандемия сбила нашу возможность развития этого блока, хотя он является во многом ключевым. И к этому приходят люди сегодня все чаще, что невозможно формировать какой-либо креатив, потому что без опоры на память, без опоры на то, что уже было, и предание. Почему? Потому что для того, чтобы сформировать что-то новое, во-первых, надо знать, что уже есть, или что уже было. И поэтому, когда мы формируем и кодируем какие-то новые вещи, символы, смыслы и так далее, мы неизбежно должны выстроить эту линию, изучить вопрос, понять боли, какие-то проблемы. Я знаю, что, скорее всего, у вас были лекции по дизайн-мышлению или будут. То есть мы выделяем некую проблему аудитории, пытаемся ее решить. И, соответственно, вот самые глобальные проблемы, выписанные на этом слайде, возможный потенциал решения, это как раз использование стека внутри технологий, которые мы обсуждаем, в том числе те, которые называются сквозными технологиями для работы, для формирования того или иного направления, капитализации на них, решения конкретных проблем. И я думаю, что это большая возможность и для размышления, и для развития, и поиска решений вот с такого глобального формата. Поэтому для меня абсолютно прямая взаимосвязь между тем, что мы говорим о развитии креативных индустрий, креативной экономики, и тем, что сейчас мы живем в эпоху цифровизации, цифровой трансформации многих процессов. Потому что на самом деле одно вытекает из другого, включая изменения общественных взаимосвязей и структуры ценностей. То, что касается ключевых сквозных технологий, выделенных для развития в России, то лучше всего это представлено на сайте цифровая экономика, ну, собственно, одноименной ОНО. И не знаю, как будет вот в ближайшее время, что Минцифры у нас думает, но 9 вот этих направлений были приоритетами развития цифровой экономики до давнего времени. Посмотрим, возможно, они сохранятся, возможно, приоритеты как-то изменятся. Но в любом случае, почему это важно знать? Потому что когда вы проектируете те или иные направления, соизмеряя себя с тем, куда вкладывает федерация, какие направления влияют с приоритетами, вы понимаете, то, что в этом направлении потенциально возможны деньги, а значит, возможно, инвестирование, возможно, развитие, и у вас будет, по крайней мере, коннекторы для того, чтобы, ну, условно, возможность просто интегрировать ваши потенциальные продукты в эти направления. Поэтому это очень важный момент ориентирования в современном пространстве. Вкладываться в стартап, который вообще никак не поддержан, никакой истории окружающей, то это практически невозможно. Ну, или, по крайней мере, вы не сможете найти инвестора на эту тему. Либо вам придется платить все самим, и это уже не там, ну, серьезный вопрос. Я говорю про технологические стартапы, и в этом плане понятно, что если вы рассчитываете на грантовые поддержки и так далее, то посмотрите в эту сторону. Но не читайте только названия. Смотрите, что на самом деле означает, ну, как бы, что входит в понятие развития конкретного каждого направления. То, что вы можете быть в некоторых моментах удивлены тем, что там, например, подразумевается в плане нейротехнологии и искусственного интеллекта в данном контексте. И какие аспекты выделяются. Но поскольку у нас большого интерактива не получается, то я вам просто предлагаю с этим знакомиться, посмотреть и документы хотя бы прочитать. Что касается наших прямых исследований, то мы проводили с моими студентами в ВИЗ-школе экономики на кафедре IT-сферы культуры. Следующее исследование, которое показало ожидания людей в музеях и галереях по современному стеку технологий. В первую очередь, это было пару лет назад, поэтому хай блокчейна и NFT сюда не попал, хотя уже упоминания были. Но про это мы сегодня тоже постараемся коротко проговорить. Технология виртуальной дополненной реальности в первую очередь то, что ожидают люди при взаимодействии с тем или иным пространством современным. Им кажется, что это самая главная штука. Второй историей интерактивного взаимодействия является, конечно, помощь виртуальных помощников. И здесь же платформенные какие-то мобильные приложения и так далее. И в этом плане для меня виртуальные помощники и структуры мобильного приложения очень связаны вещи, поскольку, скажем так, по сути, это запрос на некого контекстуально знакомого с вами виртуального скурсовода. То есть я задаю вопрос в контексте, и я получаю ответ в контексте. И вот такую штуку пока практически никто не решил, хотя вроде бы технологического стека достаточно. Ну, я имею в виду технологии, которые нас окружают, и там особенно люди, которые программируют, работают, с ним все должно быть теоретически нормально. И такой же запрос даже гораздо больше и в библиотеках и архивах. То есть запрос людей с сегодняшнего дня заключается в интеллектуальном анализе данных, тех же виртуальных помощниках, условных ботах. Все это можно соединить в единый стек. Запрос того, чтобы ответы этих систем были релевантны. Я думаю, многие из вас сталкивались и со своими университетскими библиотеками, да и с теми же поисковыми системами. Ты пишешь какой-то вопрос, и дальше получаешь, мягко говоря, нерелевантный ответ, либо маркетинговую выдачу, либо просто электронный каталог, список всех вхождений. Но при этом эта штука чаще всего не помнит, что ты спрашивал до этого, не может углубляться по контексту оторвано, она не связана с вами, с вашим цифровым следом с точки зрения выдачи, ну кроме рекламы, да. И это ключевая проблема сегодняшней работы, например, таких институтов памяти, как библиотеки, архивы. Потому что, с одной стороны, мы отучились массово работать со структурированным языком, я бы так это назвал. То есть мы привыкли к тому, поисковую систему, обычным языком что-то забил, выдача первых 20 строк, это и есть ответ на этот вопрос. А старый каталог так не работает. А с предметными каталогами, которые коллеги формировали последние 100-120 лет очень системно, мы уже работать не умеем. И, собственно, и лень, и долго. И вот сейчас есть иллюзия того, что обращаясь в тот или иной музей, протеку, архив, корпорацию, куда угодно, я получаю избыточный ответ, но и мы можем с вами вернуться на шаг назад. Помните, говорил про цифровку, сколько всего доступно, а на самом деле нет. И вот этот момент очень сложен, важен, это иллюзия современного мира. То есть, скажем так, достоверного пространства знаний, с которым полноценно можно было бы пользоваться. И вот эта иллюзия того, что у меня, как помните в этом фильме «Железный человек», у меня есть Джаспер, я ему все задаю, мне контекстуально выдает, отвечает, находит информацию, что-то анализирует, дальше я анализирую, собираю и так далее. В общем, мы работаем вин-вин и получаем новые знания. Я не трачу время, как все мои предшествующие предки ученые, как на бесконечный поиск. То есть, мы сейчас работаем с вами, с интернетом, как в режиме почти 19 века, по большому счету. То есть, сколько времени тратит ученый на поиск той или иной информации? До 90, если это не экспериментатор технологический, 95% времени, гуманитарные люди тратят время просто на поиск и сопоставление информации. Теоретически, казалось бы, в этом МИКе мы должны были это преодолеть. То есть, я должен увидеть все изображения этого или того, задавать главные вопросы, находиться с отношениями, а я по-прежнему трачу 95% времени, ну и там больше, меньше, чуть-чуть, понимаете. Это, скажем так, пока фигура речи, но понятно, что много, больше всего времени, как и вы на свои курсовые, больше всего времени на то, чтобы подобрать информацию. И это, ну, сложнейший вопрос и вызов. И, соответственно, все, что связано с развитием искусственного интеллекта, поиска и так далее, будет максимально востребовано, даже если это будет на бэке. Ну и следующий такт в этой истории, это, конечно, анализ технологических трендов последних лет. Я сюда вывел именно Хаймсайл Кукгартнер, потому что, ну, хотя бы просто для размышлений это упражнение важно. Что мне здесь интересно и нравится, как я отмечаю, как человек, занимающийся там цифровыми технологиями для сферы культуры. Смотрите, нормально выходит на пик вопрос технологий цифровых двойников человека, цифровых двойников персон. И там есть двойной стек. Первое, это ваш цифровой след, который превращается в вашего цифрового двойника, полноценного, например. А другая ситуация, это то, что благодаря технологиям DeepFake, обучением нейросетей и, собственно, развитию генеративного искусственного интеллекта, вы можете создать образ человека, цифровой двойник, который на 95% будет отвечать, по крайней мере, вашим знакомым, которые глубоко вас не знают, верно. Я думаю, все этот эксперимент по поводу формирования ответов на ключевые вопросы по вашей социальной сети, помню, 100 лайков в социальной сети или комментариев могут сделать иллюзию того, что как бы робот будет отвечать за вас для близких не хуже, чем вы бы сами. Иногда ему верят больше, чем вам. И, соответственно, вот этот момент, это интересная точка, потому что по большому счету, чем должна заниматься современная института памяти. Вот конкретно мы сейчас с вами общаемся благодаря коллегам из Ельцин-центра. Но давайте на секунду представим, что все знания о президенте Барисе Ельцине мы положили в необходимую нейросетку. Она посмотрела все его выступления, посмотрела все, что он написал, как с кем общался, переписку, ну, буквально все эти вещи. Мы поставили к этому генеративный, ну, как бы, модуль генеративный искусственный реактор, генерирующего новый контент, а не только обращаясь к памяти. И с какой вероятностью этот цифровой двойник будет отвечать точно так же, как отвечала бы реальная персона, да, в определенный, там, заданный момент времени. Нам там еще надо выбрать, мы хотим его там в 50 лет, в 60 лет, в 70, потому что это будет чуть-чуть разный, ну, человек с точки зрения, там, опыта и так далее. Но реально это на сегодняшний день? Ну, близко к тому, что реально. Хватает ли нам вычислительных мощностей? Пока не очень, поэтому этих искусственных интеллектов нету прямо в каждой институции. Но мы возвращаемся на шаг назад и говорим, о, квантовые вычисления. Как только квантовые вычисления шагают, нам хватит на то, чтобы в каждой конкретной организации стоял такой свой искусственный интеллект и мог взаимодействовать. Значит, ответственность институтов памяти современной во многом работа с накоплением данных для того, чтобы такие искусственные интеллекты как помощников взаимодействия с кем-то обучить. Я не вижу здесь большой разницы сохранить все наследие по конкретному человеку в аналоговом формате или сделать инструмент на основе искусственного интеллекта и других технологий в этом стеке для того, чтобы он с вами сразу взаимодействовал и не пытаться несколько дней потратить, а что он думал по этой теме. А как вы думаете по этой теме, что бы вы сказали и получаете ответ. Что не каждый готов перечитать весь наготовник и все письма Льва Толстого, если так говорить. Но при этом говорить эта штука может его языком чуть ли не лучше, чем любой исследователь. И вот в этом месте огромная возможность. Теперь то, что про цифровку прямо сейчас в вас. Вот если существует какой-то культурный деятель или исторический деятельность прямо сейчас, формирование вокруг него этого цифрового двойника это будущее в некотором смысле института в памяти. То есть я представляю себе музей через 50, через 100 лет, скорее всего, он будет населен цифровыми слепками сознаний или по крайней мере сформированными на основании всей информации, которую мы собираем сегодня. это будет полноценный экспонат конкретной институции. И у меня практически нет в этом сомнений, если как сказать, если не будет техногенно-природной катастрофы какой-то как бы катастрофического уровня. Но мы к этому к этому с точки зрения локального развития, в смысле линейного развития там сейчас, не думая о каких-то выбросах, связанных вообще с существованием человеческой цивилизации, движемся. И то, что касается ваших личных цифровых двойников, которые в какой-то мере уже формируют все компании маркетинговые, те, которые занимаются поиском, контекстной рекламой и так далее, это тоже факт. Почему нам этот цифровой двойник личности нужен? Потому что на самом деле, когда я какому-то искусственному интеллекту библиотеки в будущем или там Ельцин-центр скажу, а найди мне, пожалуйста, там такую-то информацию, он должен не из вас вытягивать контекст, он должен обратиться к вашему цифровому двойнику и поговорить, слушай, а у него какое образование, что он учил, что его интересует и так далее, и выдать контекст с учетом всех этих параметров, причем на том культурном языке и культурном слове, которые он понимает. И в этом плане эти технологии очень связаны с развитием и они в дальнейшем принципиальный момент общения. Дальше уже возникает вопрос этики, искусственной интеллекта, регуляции, что мне делать с вами полноценным, с вами мотором, будет он у меня или нет и так далее. Но если вы хотите полного погружения, то в принципе это логичный стек развития. И это тем более логично, потому что на 22-м году это вот ключевые направления, в которые международные, крупнейшие консорциумы и бизнесы вкладывают деньги. Это уже не про хайп. Это 12 направлений, которые будут максимально, ну в смысле, уже вкладываются деньги компаниями и развиваются, лидерами рынка. Типа IBM, Amazon, Microsoft, китайскими компаниями и так далее. И как вы видите, здесь большая часть это автономные системы вообще, которые сами себя воспроизводят, индуцируют и доделывают в модуле. Это собственно инжиниринг искусственного интеллекта и это генеративный искусственный интеллект. То есть генеративный искусственный интеллект, который на объеме знаний о чем-то предыдущем может создавать нечто новое, чего до него не было. И это вызов для всех нас и вопрос, почему так и высоко поднимается вопрос этики искусственного интеллекта. Сегодня даже мы выпускали, ну вот можете найти этику искусственного интеллекта, есть три месяца назад или там четыре принятые в России документы по этому поводу. Но в этом тоже надо задумываться. И как вы понимаете, это тоже там ключевой вызов. Так вот, есть ли цифровая трансформация в музеях и библиотеках? Ну вот, цифровой трансформации по-настоящему пока нет, это то, о чем мы говорим. Но то, что уже на сегодняшний день мы должны цифровизировать свои процессы максимально качественно, оцифровывать доступное нам наследие и собирать цифровое культуру наследия, которое мы производим прямо сейчас, и предоставить к нему доступ, это факт. Это наша ключевая ответственность как институции и ваша гигантская возможность. Я сейчас обращаюсь к вам как к людям, которые занимаются хекатоном и ищут классные продукты для реализации или классные идеи для своих будущих стартапов, бизнесов, ниши. реализация это возможности и в неком смысле это возможно для некой социальной ответственности бизнеса. Какие разделы в структуре цифрового развития организации должны существовать? Для меня ключевыми являются следующие восемь, которые мы в концепции цифрового развития Пушкинского использовали. Давайте я коротко по ним пробегусь и дальше попробуем перейти к красивым картинкам, если успеем. Концепция умный музей подразумевает интеграцию со всеми умными сервисами наших городов, территорий в пределе страны, а в идеале уже и в международных отношениях с учетом открытых данных и так далее. И это говорит еще о том, чтобы открытость данных позволяла нам вообще строить что-либо. Это очень связано с блоком во второй колонке открытость и обмен данными. Но суть какая? Когда вы находите нишу взаимодействия цифровой экосистемы территории города и нишу институции, это уже отличная возможность для какого-то продукта или хотя бы шины данных заполнения вакуума между ними. Но простой пример я вам приведу давайте с Ельцин-центром. Если я скажу Алиса, проложи мне маршрут до Ельцин-центра. Какие проблемы? Никаких проблем, включая такси закажет, ну как-то вы разберетесь довольно быстро и до порога дойдете. Дошли вы за порог, скажу Алиса, я хочу пройти по экспозиции и так далее. И дальше все, привет, полный блок. То есть с одной стороны вы привыкли к тому, что ваш цифровой ассистент как навигатор вам постоянно сопровождает, а дальше у вас обрыв этого сервиса на пороге. И значит для вас это некая терра инкогнито, которая также свободно не работает. А для того, чтобы это заработало, Алиса должна если она хочет рассказать вам личную историю, связаться с некими сервисами, где хранятся эти истории, обдумать контент, обсудить это с вашим цифровым двойником. Потом институция должна предоставить эти данные в таком виде, чтобы они могли вообще законнектиться, пообщаться. Даже Алиса должна условно пообщаться с базами данных, а лучше искусственным интеллектом самой институции. и тогда вы снимаете этот барьер. И есть возможность навигировать внутри. Я не говорю хорошо или плохо, просто мы видим, что к этому идет, что практически все уже передвигаются по пространству своих городов и территорий через смартфон. То есть он заменяет какую-то часть мозга, в этом плане мы непрямые киборги. И следующий вопрос, а что мы в публичном цифровом пространстве про себя рассказываем? Это и социальные сети, сайты и все остальное в этом плане это тоже должно быть в контуре вашего внимания. Вся эта канительня будет работать, если у вас не будет нормально развитого внутреннего цифрового пространства, инфраструктурных систем, IT, баз данных и так далее, где все хранится, структурируется, работает, сотрудники не будут это адекватно выполнять. Нечего там будет хранить, незачем это делать, если вы не оцифровываете коллекции, мероприятия, пространство, не создаете цифровые двойники объектов и в конце концов персон. Если у вас в голове нет понимания, как работать с цифровым искусством и цифровым культурным наследием, то все предыдущие этапы тоже вы не сможете наполнить. Дальше появляется вопрос про открытость данных, чтобы те же команды могли к этому дотянуться и попытаться создать новые ценности, которые были бы интересны людям на основе всего предоставленного материала. И, конечно, важна научно-исследовательская методическая работа от лидеров отрасли в этой сфере. Потому что, если они это делать не будут, это никогда не дойдет до институций, у которых нет такого ресурса. И, собственно, просвещение в власти цифровой грамотности. То, что я рассказывал, должно быть на кончиках пальцах понятно в итоге каждому, и они должны принимать это как свое, иначе все предыдущие восемь, уже реализованы. Если человек говорит, ну вот, мне нужен только бумажный блокнот, все остальное это ваша штука, которой я не верю. Вот. И это мы пропустим про цифровую систему Пушкинского. Но главные принципы, на которые должны строиться современная инфраструктура любой организации, пусть здесь будет слева у нас умный музей, принципы, которые мы выделили из всего, что я говорю, и планировали реализовывать. Планировали реализовывать, точка. Цифровая открытость, это, когда я говорю про цифровую открытость, это про то, что оно доступно в машиночитаемом виде для любых возможных использований искусственным интеллектом, какими-то нейросетями, коннектиться к другим базам, и так далее. Не обязательно на основе принципов открытых данных, потому что, может быть, вы и продавать эту штуку будете, или коннектиться, но в любом случае возможность этого коннекта должна существовать. Второй момент это цифровая культура. И цифровая культура, как, собственно, сотрудников организаций, которые должны уметь это наполнять, обслуживать, понимать вообще, как это устроено, и ради чего они это делают. И вторая серия это некая цифровая культура, собственно, людей, которые готовы с этим работать, хотят с этим работать, потому что, если они не понимают, как и зачем, то тоже ничего не случится. И также, если касается просто посетителей музеев, то у них тоже должен быть некий уровень сферокультуры, потому что, сколько бы вы не загоняли в мобильное приложение своих аудиогидов, если человек просто не знает, что это, как пользоваться этим аудиогидом, если для него это барьеры слишком сложные, или он там как-то на него сам не выпрыгивает, сам себя ему не предлагает, говорит, нет, ты сначала 38 раз зарегистрируйся, потом еще чего-нибудь, потом еще чуть-чуть, и может быть, на 10-й минуте борьбы тебя и смартфону ты доберешься до аудиогида. Ну, то есть, вот взаимное движение друг к другу. И это следующий пункт, связанный с цифровой доступностью. Если мы уже делаем цифровые интерактивные сервисы, но они должны быть понятны всем аудиториям, и обычно принцип работает так, что если это доступно аудитории, самый простой и неискушенный, то это удобно и доступно всем остальным. А кому хочется поглубже, вопросов нет, как бы надо их отправлять на по-человечески выглядящие внутренние базы знаний и базы данных, имеющие открытые интерфейсы, а не пытаться построить настройки абсолютно там для каждой аудитории какие-то свои. В общем, в моем понимании, что есть два продукта. Вот такой с максимальной цифровой доступностью для первого уровня, а дальше просто ваши даже внутренние системы, базы данных и так далее должны быть по-человечески сделаны, чтобы всем было удобно, если кто-то хочет чуть больше информации. Как только вы начинаете строить стэк-пирамиды, это вот такусенькое, а вот здесь мы чуть лучше предоставили, а это еще чуть лучше, пока он до базы данных дойдет, уже смысл потеряется к ней, идти и деньги кончатся. Ну и, конечно, вопрос аналитики данных. Все должно быть осознанно, зачем мы это делаем, почему мы это делаем, и чтобы гипотезы могли проверяться. Поэтому любой продукт, который мы делаем в области цифры, должен обладать какими-то метриками, параметрами, а лучше собирать все подряд, чтобы потом разобраться, что было важно. Потому что очень часто гипотеза о том, какие метрики принципиальные на первом моменте, оказывается неверна, потому что на самом деле будет принципиально совершенно другая метрика. Здесь подходят все технологии и айтрекинг, и что угодно для измерения, сохранения, даже внешние технологии, анализ данных. То есть это не обязательно, что ваша система логирует. Может быть, что есть система внешней аналитики, так как устроен ваш продукт, и нормальное протоколирование, в том числе работы с фокус-группами и тому подобное. И вот уже от этого идет формирование цифровой экосистемы. Не потому, что у нас есть такие продукты, и мы сейчас будем запихивать ногами вот эти цифровые сервисы в то, что нам удобно. Инструменты должны быть подобраны под задачу. Не наоборот. Бывает, когда ты на конкретную компанию делаешь шикотон, и говорит, вот тебе наше ложе, давай в этом ложе придумай что-нибудь гениальное. Окей, это другая задача. Но если вы свободны в выборе инструментов, надо подумать из каких принципов вы исходите. Но сейчас есть еще один важный момент. Выбор инструментов также в плане цифровой открытости. В принципе, цифровой открытости есть еще задача, что я должен не зависеть в итоге по своим базам знаний и данных с этим инструментом. В любой момент я переэкспортил данные или забрал их и подключил совершенно к другому системе работы с ними. И в этом плане цифровая открытость это некая защита ваших же систем, ваших же данных и ваших же контента на будущее. Потому что если что-то куда-то делать, и вы исповедовали принцип цифровой открытости сохранения коннекта, значит, любая другая достаточно развитая IT-система заберет ваш контент и вы продолжите работать. А если вы все запихнули в систему, у которой есть только на вход и почти нет ничего на выход, а там внутри черный ящик, в котором непонятно как что хранится, то система стоп и вы все данные потеряли. Такие принципы. стоп Ну и конечно, уже говоря про картинки, стек расширенной реальности является, наверное, ключевым на сегодняшний день. И стек туда же по сути вот здесь у нас где-то метавселенная, когда соединяется система коммуникации людей и собственно технологии VR. И если мы посмотрим, как развивается вообще направление взаимодействия вычислительных платформ интервью интерфейсов пользователей, то я думаю, график для вас станет очевидным. Где-то здесь скоро должен появиться ВКонтакте, я думаю, со всей своей экосистемой, потому что это неизбежно логично идет туда. Людям удобнее визуальная коммуникация, удобнее. Им лень читать, это мы хотя бы видим по трансформации интерфейсов. То есть в начале Facebook, ВКонтакте это огромная сложная страница, куча текстов, какие-то кнопочки и так далее. Какой итог? Самая популярная сеть становится Instagram, а потом самая популярная сеть становится TikTok и растет как на дрожжах, потому что в том еще меньше информации, больше картинок, меньше текста. В TikTok вообще отлично. Практически текста нет, лозунг и все, что ты хочешь сказать, ты говоришь визуально. Следующий путь, коллеги, для спасения крупных социальных сетей, на самом деле переход в некие структуры Metaverse, интеграции его пространства, потому что это логично, визуально просто, и ты общаешься там аватар-аватар, и социальная коммуникация не усложнена текстом, языком. И с развитием систем автоматического перевода вполне себе вашим же голосом, когда вы будете говорить условно на русском, ваш аватар будет говорить с кем-то на китайском. Прямо буквально генерируя этот голос, передавая ваши же интонации со всеми оттенками. Это серьезный вопрос возможности снятия барьеров и развития, что в текстовом интерфейсах не так удобно, но не так нативно. Но и для многих музеев это, конечно, возможность формирования того, что было невозможно раньше, реконструкции, реставрации, воспроизведения, какие-то там черепки превращаются в очень интересные, уже в интересные пространства, потому что, ну вот раскопка, ну как бы круто, есть какой-то черепок, тоже круто, люди пашут, копают, но они-то знают, что это в голове, они 20, 30, 50, 70 лет потратили на то, чтобы понимать значение этой вещи, у них в контекст это встраивается, у нас сходу это в контекст, например, не встраивается, и поэтому контекст надо предоставить, но с развитием виртуальных технологий, с тем дополненной реальности, ну просто сказочно, можно любой черепок положить в нужное пространство, по большому счету, и сказать, да, как выглядело вот это все, и вызвать тем самым интерес, собственно, в том числе посетителей к этому, или погрузить в конкретное событие, происходящее там. Представляете, какое эмоциональное путешествие у вас было бы, если моделирование этого пространства, включая там людей, вот там в музее Болиса Ельцина конкретно, да, вот там сложный зал, который связан с, ну, с пучем, например, и вы подаете внутрь этой ситуации, внутрь очков. И я думаю, это будет совершенно другое впечатление, благодаря такой реконструкции, чем впечатление просмотра старых, блеклых там, или чуть-чуть выцвевших из-за особенностей фотопленки там, фотографий. И это уже переживание другого рода уровней, с которым мы можем вынести, видимо, какой-то урок себе эмоциональный, потому что эмоционально пробиться через, как бы, не пережив эту историю, довольно сложное упражнение. И за этим есть много возможностей для развития. И, конечно, первым шагом является создание медиархива просто пространства экспозиции. Потом, может быть, не сегодня, мы их можем пересобрать с помощью систем анализа пространства и воссоздать полноценный цифровой двойник уже того пространства, которое будет. Не вот так реконструировать, а вот, кейс, который мы сделали в первые месяцы пандемии в Пушкинском музее, в первый локдаун. Это технологии фотограмметрия. Я знаю, что коллеги вам, Амир, нам про них чуть-чуть рассказывали. Это вот сделанная по, скажем так, доведенная до абсолюта эта история. 20 тысяч цифровых изображений, каждый из этих марочек, это на самом деле высококачественные фотографии, плюс лазерное сканирование всей центральной оси Пушкинского музея. И отсюда, от этих элементов, дальше выравнивание 3D-подосновы, и теперь вы видите от этого элемента доход до практически кинорендера, качества кинорендера цифрового пространства. Сейчас мы зайдем в него, посмотрим. И в этом плане развитие виртуального путешествия, или путешествия сквозь время, через какой-то момент это важная история. Эта штука доступна на сайте Пушкинского, можете скачать в разделе Media Navigator 4D. Это просто навигация, а дальше я понимаю, что через 5-7 или 10 лет по сути, люди смогут прогуляться по этой выставке, когда ритейл, очки виртуальной ритейлисти станут доступны, но у нас этот материал уже есть. А если бы мы его не сохранили прямо сейчас, было бы сильно дороже этим работать. И посмотрите, это уже не фототур. То есть мы двигаемся плавно, смотрим, в очках виртуальной вы можете присесть, зайти за угол, если вы встроите помещение, у вас там будут тактильные очки, посмотреть, заглянуть за каждую вещь. И скажем так, это уровень продукта потенциального будущего, который открывает возможности для наших последователей, для музеев будущего восстанавливать пространство. Но точно так же мы можем работать с вами и погружаться, извините, в то, что вокруг прямо сейчас нас есть. У нас какой-то сложный парк, который уходит. У нас есть памятник их архитектуры и культуры, который хотелось бы сохранить, но мы не находим для этого возможности. У нас есть, в конце концов, заповедник. Что бы мы ни делали, он, к сожалению, уходит. И я думаю, что важная ответственность сегодняшнего дня в том числе заняться этой темой и темой управления этими цифровыми массивами, активами, их сохранением, сохранением в нужных форматах. в общем, погуляйте. И другое дело, что мы можем создавать проекты, продукты, которые вообще невозможны в реальности. Это интеграция текущих пространств Пуржского музея с архивными фотографиями военных лет. Великой Отечественной войны 41-45-го. Соответственно, реально это сделать, ну, можно было через очки доп. реальности, но сложно. И в виртуальности мы воссоздали это пространство, можно походить, посмотреть, послушать историю реальных людей. Там вот за этими метками есть письма, есть аудиогид, как это было реально. Это совершенно другое впечатление, чем если бы я вам дал вот эту фотографию отдельно, к примеру. Это тоже возможности работы. Ну и, конечно, вопросы проведения виртуальных экскурсий, вообще темы развития виртуального туризма особенно становятся важны для институтов. Ну, выставка идет? Выставка идет 2-3 месяца, нормальная, временная. А при этом это интеллектуальное вложение большого количества людей, некая квинтэссенция того, что люди хотят сказать, в течение 3-5 лет. То есть нормальная выставка делается столько, а не, если вы развесили копию постеров как бы на одной стеночке, да, это какая-то осмысленная история. И хорошо бы, чтобы она сохранялась во всех контекстах, а не только каталог. Ну, собственно, это большой потенциал. Но и следующий шаг, это, конечно, при развитии метавселенных, это как бы только лениво не говорит, в том, чтобы наши представительства там тоже были. И, по сути, вы можете попасть для тех, кому интересно, во временной архив. И, может быть, наши, ну, во-первых, мы скоро тоже станем старшим поколением. Если наше старшее поколение, которое прямо сейчас с нами, в это не погружается, то, может быть, нам точно так же, как им сейчас у нас затягивает музей, будет казаться это суперважным. Но дальше, если у меня будет вход в метавселенную, осмотреть там будет особо нечего из-за того, странно. Поэтому я думаю, что здесь ответственность идут в памяти, чтобы они не были, ну, как сейчас очень многие музеи являются ощущением там пыльного чулана, невозможно достучаться, невозможно купить билеты и так далее. Ну, онлайн я имею в виду. Ну, чтобы доступность была высока, в том числе и в метаверс мы должны быть представлены. И, ну, для этого нужны какие-то усилия первичные. И, конечно, это вопрос там от оцифровки линейной к созданию вообще полноценных двойников, чтобы, если даже предмет уходит, мы могли его сохранить с ним работать. Ну, о чем речь? Речь в том числе о том, что нормальная цифровка включает в себя, ну, вот на плоском объекте, прямые лучи, съемка, в косых лучах, в инфракрасном, причем во множестве шагов, в ультрафиолетовом, причем множестве, и еще цифровой реставрации, как вы видите. Например, это все совокупный сложный цифровой объект. И одним из предметов сегодняшней работы там и моих исследований является объединение этих объектов в единые, так называемые, как мы говорим, digital twins, цифровые двойники объекта. Дальше к этому надо привязать некий блокчейн, связанный с тем, чтобы это сохранить неизменяемо, потому что, если кто-то захочет факт вот этой оцифровки внести какое-то изменение, ну, как бы, ладно с этой вещью. А если я в текст решил внести поправку, ну, допустим, вы сосканировали какой-то государственный акт столетней давности, и у вас нет доступа к нему, и он, например, рассыпался, непонятно почему. Замена в нем одного слова или одного предлога «не», или там приставки, это полное изменение радикальное его значение, так же, как и замена нескольких строчек текста в огромном многотомнике каком-то. И поэтому, если мы не кладем в итоге свои цифровые системы на устойчивую вещь, которая не позволяет меняться, почему так важны технологии блокчейн для мазей памяти цифровых экосистем, то, по большому счету, мы чертова знают, что храним в цифре. Ну, через какое-то время и доверие к этому будет невысокое. Поэтому, когда мы говорили о развитии цифровых экосистем, для меня важнейшей частью является то, что это было бы доверенность зоны информации. И в этом смысле институты памяти чуть ли не первыми следом за финансами должны смотреть в то, как работать с сохранением памяти, с тем, чтобы она была достоверна. И все, что связано с блокчейн-технологиями для культуры, важнейший элемент вообще доверия к этой зоне. Ну, и плюс, конечно, сохранение информации, потому что, потому что, вы видите, это табличка, снятая в разных ракурсах. Они законсервированы сейчас, иначе они рассыпаются. Значит, ученые всего мира не могли бы получить недоступ, если мы их не оцифровали. Ну, и следующий такт. Изнутри этих вещей мы можем уже делать какие-то продукты вот такого рода, когда внутренние какие-то вещи можем посмотреть, а как было до, после. Это уже предмет нашей визуальной коммуникации с посетителем, и возможности предоставления ему информации через любой портал, такой, как книга, магнитик на холодильнике, да что угодно. Или создание цифрового объекта прямо в пространстве музея, потому что отличительной особенностью дополненной реальности четвертого поколения является то, что я вот какой-то цифровой объект перед собой здесь повесил, другой придет и его здесь увидит. А срабатывая, благодаря технологиям лидар там и так далее, когда я к пространству привязываю цифровый объект, а не к метке, как здесь. То есть это предыдущий этап, он тоже нам важен, его надо развивать, но я привязываю цифровое объект к пространству, а не к метке. Вот это важный момент, который вам надо запомнить. И в этом плане история про стартапы, связанная с использованием доп. реальности, привязанной к конкретным пространствам и вообще местоположению в пространстве, это отличная вещь и для и для арт-проектов, и для вообще какой-то истории. То есть оставление цифровых артефактов в реальном мире. И в этом плане это и есть проникновение метаверс в реальную жизнь, а не то, что вы там одели очки и полностью исчезли. Это когда я цифровые артефакты или там вот эта майка, например, когда вы смотрите через очки, будете видеть, что она не нарисована, знать, где я взял, если что, с коннекцией, она все время будет работать. Не обязательно все время быть в шлеме реальности. Конечно, управление этими вещами, базами знаний, развитие систем машинного зрения, например, Амазон, он пока ничего не видит. То есть он с какой-то вероятностью сказал, что это персоны и что это живопись. Ну, отлично. Спасибо большое. Но человек в любом случае легко определять. Здесь банан, здесь какие-то вещи, цветы, деревья и так далее. Но чтобы машинить, этого не видеть. Странно, но пока не видеть. И в этом плане институту памяти важно и обучать эти вещи, если мы делаем системы открытые, системы, и в том числе благодаря технологическим стартапам, технологическим хакатонам обучаем на аэросети видеть, что здесь, гигантская возможность поиска на старых гравюрах, изображениях и так далее, фотографиях особенно, открываются невероятные возможности для поиска сопоставления и работы. Ну, можно пробовать это на Яндекс.Вижн. И дальше вот тот самый выход в Metaverse, очки доп. реальности, которые позволят проходить вам через пространство экспозиции и тут же рассказывать ту историю, которая возможна. Сейчас уже Алиса распознает, например, картины Пушкинского и пара еще больших музеев. Звук вы не слышите, но суть какая? Я ей говорю, давай, Алиса, значит, я сфотографирую сейчас фоточку, и она обратится к нашей базе данных, что важно. Через Easy Travel, смотрите, что произошло, выдача, не в Википедии, а вот сейчас будет говорить наш экскурсовод источниками имени Пушкина, а не черти какое изображение, откуда угодно, и в этом плане, когда я говорю про создание интернета доверия, это пространство доверенной информации важнейший шаг. Про искусственный интеллект, про музей и библиотеки мы с вами, мне кажется, уже проговорили, я надеюсь, это будет каким-то стартом для хотя бы ваших размышлений, если пока не стартапов. Ключевой вопросом и проблемой сегодняшнего дня является то, что голосовые технологии распознания, с ними все окей, а вот скриптов, которые бы соединяли распознанные здесь запросы, превращали их в нормальные запросы к базам данных, вот здесь, которых десятки иногда в институте, ну, как бы, в какой-то организации институции практически нет. И вот эта зона, это как раз зона для большого количества технологических стартапов, которые различными технологиями, ну, здесь не обязательно Джейсон, не понимаешь, как нейросетка, которая лишена данных, которая вот здесь обучилась, посмотрела, она что-то знает, к ней через голосовую, через технологии голосового распознания, обращения, что-то произошло, и она выдала результат, да, в каком-то визуальном формате или в голосовом формате и так далее. Вот ниша для максимального роста, но опять же, вот здесь у меня написано, просто для того, чтобы открытость данных отсюда была, чтобы вы работали напрямую, например, ну, здесь, может быть, API было написано, но технологически, ну, same, кеширование. И проблема в том, что сейчас институты памяти должны больше заниматься не приведением к одному знаменателю всех мировых описаний похожих предметов, а к приведению к одному знаменателю описаний мета-значений. То, чтобы искусственный интеллект понимал, что в поле автор и мастер, в принципе, у этих людей находится вот это же значение. Сейчас получается, видите, стандарт библиографической, ну, как бы, записи о книге и стандарт записи о музейном предмете, они отличаются. И, по большому счету, любая система спотыкается. А вот она отличает от страны к стране, от музея к музею, географические записи плюс-минус тоже. И поэтому важно сейчас скорее систематизировать то, как мы описываем, что в этом поле находится то-то и то-то. А здесь, видите, заглавие. И как бы исходу вот наши системы должны научиться понимать комплекс мета-связей и мета-описаний, тогда они смогут дальше уже с контекстом работать сами, если не знают, где взять. Это вот там тоже принципиальный шаг к тому, чтобы перейти от формата работа сразу с содержанием сначала к умениям структурировать. Потому что сейчас очень многие говорят, ну как, дайте мне полный датасет, идеальный, в котором все по столбикам разложено, как я хочу сказал. Да не будет этого. Ну просто понятно, что никогда. 20 лет пытались, но если с моей помощью невозможно. Там Петербург, Москва, Лондон, Париж и Италия, ну как бы, какой-нибудь там, Милан, например, или Флоренция, имеют разные структуры описания одного и того же предмета. Иногда ты много лет следователь тратит понять, что на самом деле там это название значит ровно это же вот в этой научной или там культурной школе. Это важный момент. А уж когда мы доходим до распознания рукописей, естественно, ну, записанных, ручкой, вообще отдельный привет. И вот здесь машинное зрение тоже могло бы дать колоссальный сдвиг по возможности работы, поиска информации. И в этом плане множество открытий нас ждет на этом пути. Коллеги, я уже чуть перебрал времени. Я скажу, где там посмотреть материалы, которые возможно вам могут быть интересны и заканчивать. Спасибо за внимание. Надеюсь, хоть какие-то мысли у вас появились и будет полезно. Если есть вопросы, готов ответить. Владимир Викторович, очень много мыслей на самом деле и очень много подсказок и идей вы нам дали. Это правда. Спасибо вам огромное. Спасибо, коллеги. Надеюсь, на пользу. Буду рад посмотреть на результаты ваших исследований, проектов. мы поделимся. Мы поделимся с вами. Спасибо вам большое еще раз. Удачи, коллеги. Спасибо. 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 .